Латвия с газом До латвийского газа есть договор со страной до 2017 года, 2 апреля, до этого, числа, никакого альтернатива на данный момент не будет. Я думаю, что никаких причин для этого нет. Если открыть рынок раньше, уже через год, как планировало правительство, то Латвия рискует быть втянутой в судебный процесс акционерами Латвия с газа. Поэтому Сейм голосами 87 депутатов, подавляющим большинством, решил либерализацию отложить. В оппозиции, однако, призывают идти еще дальше. И перед открытием рынка убедиться, что альтернативные поставщики найдутся. У нас нет проблем подождать и увидеть, кто же здесь хочет заходить, когда он готов это сделать. И тогда мы говорим, вот на эту дату мы тогда все сделаем. И чтобы кто-то был заинтересован тут заходить, мы сейчас уже сразу говорим, ребята, нет проблем, заходите сюда, когда вы зайдете, мы все здесь сделаем. Это то, что нам говорит Европа, как разумный путь. И нам было бы правильно следовать этому пути, чтобы опять просто не бросить на плечи наших потребителей много миллионов и затраты. И затраты вполне возможны. Ведь рынок электроэнергии Латвия уже планирует открыть тем же способом, что и газовый. 1 апреля уже не за горами, а альтернативных поставщиков электроэнергии все нет. До сих пор не ясно, насколько вырастут цены и как их рост компенсирует малоимущим. Самое правильное все-таки это делать через самоуправление, через социальные службы, поскольку социальные службы имеют сеть, которая имеет анализ, которые являются малоимущими и которыми эта поддержка нужна. Вопрос компенсации еще будут обсуждать в СЭМе. Законопроект об открытии рынка газа еще ждет третье окончательное чтение. Сергей Герасимов, Валтер Зелч, Латвийское телевидение.